привет я сейчас будет обзор есть не рухнет фотоаппарат неважно в общем сейчас будет обзор на овощной сок только ну на хорошее качество правда освещения не знаю как видно нормально ниже может пустить здесь он не рухнет овощной сок сделанный домашних условиях из свеклы белокочанной капусты и моркови с добавлением жимлости либо смородины сейчас я вам покажу озерская хрень смысл которой я не знаю зачем их одевают они по-моему только мешают они разве не мешают кольца носят это вообще кошмар то же самое что себя я не знаю я лично не понимаю кольца носить это вообще какой-то хрен или ничто я не понимаю этих людей я лично не понимаю у нас холодильника холодно на улице дождь безусловно у меня хорошее настроение все хорошо желаю вам хорошего настроения начинаем может его нужно сболтать хотя нет его не надо точно не знаю моя бабушка и моя мама у них завышенное давление ну часто бывает вместо того чтобы попить этот сок от которого снижается давление очень сильно они пьют таблетки бабушка пьет таблетки и аргументирует тем что если ей таблетки дорогущие не помогают то значит сок не какой-то там сок спокойно не поможет просто а у меня заниженное давление и у моего отца да мы пьем вот он парадокс они не бьют потому что он очень невкусный да и потому что я не знаю вообще что с ним да потому что он невкусный типа от соли повышается давление от соли повышается давление бабушка и при этом ну мой отец мы с ним пришли и разговаривали он говорит бабушка моя постоянно соление всякие делает соль добавляет не знаю я так проживу сто лет я не умру от инфаркта от инсульта от стресса от тревоги от того что на меня орут хейтят травят преследуют угрожают ну угрожают не преследуют ну если я окажусь не в том месте там будут преследовать а так пока что не преследуют слава богу ну угрожают физической расправой сколько раз угрожали я ничего не мог сделать но это даже менты меня удерживали насильно у себя в кабинете издевались угрожали в 2018 году 7 июня 2018 году ну били меня бля все хорошо в общем у меня жизнь у меня прекрасная счастливая сизненно этот сок кстати я не знаю как будто он разбавлен с водой такое ощущение что я не знаю как будто он разбавлен с водой он более такой легкий он более такой легкий light версия может я просто привык его нужно за сегодня выпить успеть пока свежий вегетейбл фреш сейчас у меня занизится давление голодный желудок желательно его у меня практически голодный желудок и все не знаю что чтобы не выглядеть слишком жалкими в ваших глазах все хорошо прекрасно все чувства я принял нейролептик терлиджен второй раз за день 5 миллиграмм и флоксетин самый дешевый за 50 рублей по рецепту врача две капсулы по 10 миллиграмм сейчас принял до этого я принял тоже одну таблетку нейролептика терлиджена 5 миллиграмм и флоксетин отечественного производства за 90 с чем-то рублей по рецепту врача по 20 миллиграммов в одной капсуле две капсулы принял возможно у меня такая реакция что я плакал сегодня записывая как играл на гитаре ну пытался импровизировать что-то на гитаре я не умею играть бей возможно такая реакция из-за того что я вообще принял этот самый дешевый по рецепту что феназепам 2,5 миллиграмма в одной таблетке которые очень некачественные и они просто устаревшее всякое сырье свое по дешевке распродают уже скоро не будет но в общем качество ужасное но оно даже не помогает от синдрома беспокойных ног кстати причем нормальный тромбилизатор он именно от этого и должен помогать от судорога от синдрома беспокойных ног от апилепсии допустим ну у меня нет апилепсии я бы с удовольствием поделился этим соком со своей мамой с бабушкой с кем угодно у меня такое завышенное давление но они не хотят а с кем поделиться кто еще не нет незнакомых никого в городе никого нет и они я не жалуюсь все хорошо небо все такое пасмурное бесконечно как стена и дом такого же цвета зеленое пятно дерево и вдалеке размытые очень пятна луж с торжением серых зданий все очень хорошо в моей жизни я счастлив, радуюсь и ты тоже радость в счастье в счастье тебе радость не будь таким как я ничтожным как меня назвал там с прикольным там сейчас ну короче что хочешь делай что хочешь говори что хочешь говори вон холодно и на улице холодно сейчас просто прилягу делай 2 Там у меня, видишь, друзей полно, счастья, радость, веселье, эпатаж, знаешь, эпатажа, никого нет, всё в порядке, друзья, видишь, подруги, друзья, видишь, всё хорошо у меня, а что мне плакать, я там вообще не плакал, когда я смеялся, а насморк – это просто у меня с детства вазомоторный ринит, получается, ты смеешься над болезнью, которая не лечится, которая просто рандомно у человека появляется, и у многих, кстати, такая есть, делают операцию, допустим, удаляют сосуды эти, которые расширены глубоко в носу, так они потом снова опять расширяются, да, и так весело, и он веселится, поэтому насморк, ты, я просто смеюсь, и у меня ещё насморк бывает, а так вообще всё прекрасно, видишь, сколько друзей, всё хорошо, вежливые все люди, общаются вежливо в ВК, в комментариях, вежливо люди общаются, потому что цивилизованные люди у нас в России, всё хорошо, погода прекрасная, там, знаешь, ясно, какая прекрасная погода, дождь, свекольный сок, я пью. Меня поддерживает один человек, пытается на моём творчестве, поддержать меня, чтобы я писал красками, попробовать выложить это. Я рад, если он заработает на этом, мне не важно, мне главное рисовать, а желательно особенно рисовать на улице, потому что я вандал, есть такое понятие вандал, какие ко мне вопросы, я вандал, я не мужик, есть такое понятие не мужик, ну не мужик, там, задрот, что там ещё, какие ко мне вопросы, нищеброд, кстати, тоже, какие вопросы, это нормально, все имеют право на существование в этом мире, я, например, ничего не имею против, ни мужика, задрота, нищеброда, ничего не имею против, наоборот, копеечку дал этому деду, который сидит там в банке, в сбербанке, где видео есть, а, ну да, это же батаж, всё, конечно, понятно, ну да, что тут возразить, конечно, безусловно, Бог меня вознаградит, здесь же и все люди такие вежливые, добрые, прям, я так счастлив, видят в тебе хорошее себя, при этом при мне другой чел просто с ним сфотался, чтобы поугарать, выложить в интернет, поугарать, порофлить, его вы не осуждаете, он не батажный, он ничего там, у него с головой всё в порядке, да, он нормальный чел, а это я вот, ненормальный, у меня проблемы, мой мозг неправильно воспринимает информацию и так далее, ну как там про меня написал, в общем, я сумасшедший, и есть, да, я сумасшедший, есть такое понятие, какие ко мне вопросы, я сумасшедший дал денег этому деду, который сидит там, который постоянно пьяный, я не, я в душе своей осудил этого парня, который сфотался с ним, хотя деду было пофиг, он думает, что он наоборот звезда, а на самом деле этот парень просто унижает, угорает над ним, само утверждается так, я считаю это несправедливо, потому что я больной, дурак, потому что я думаю о негативе постоянно, я должен быть позитивным, должен улыбаться, понимаешь, как этот парень должен рофлить, лол, кек, чебурек, понимаешь, тогда я буду нормальным человеком, не будут меня называть плохими словами, будут меня уважать, понимаешь, все хорошо, я не из тех, кто фотается с бомжом, а потом укладывает, чтоб порофлить, поэтому я унылый, зануда, ни одна девушка меня не любит, точнее, сколько девушек, моих подруг, они по очереди в постели ко мне ложатся, видишь, ну, короче, все хорошо, в постели ко мне ложатся, я занимаюсь с ними любовью, там, целую их с ног до головы, занимаюсь любовью, им дарю, а не сейчас, потом следующее, я следующий, так, круглосуточно могу, ну, вот это сейчас было не сарказм, кстати, последнее вот слово, последняя фраза была. А так, видишь, они улыбаются, да, веря, хорошее настроение, друзья, тут же нет такого, что, ну, короче, ладно, не будем, тут же нет такого, что ты пишешь художнице или художнику, и они тебя посылают внутри буквы, потому что они не хотят себе конкурентов, или они крадут твой стиль, твою эту, новую технику, и не признаются никогда в этом, и наоборот еще тебя унижают и пошлют на три буквы, потому что это прекрасный мир, это прекрасные люди, потому что надо радоваться, надо радоваться, понимаешь, нужно чтоб стержень был, мужиком чтобы был, понимаешь, а, понимаешь, а, чтоб мужиком был стержень, командный голос должен выработать, я художник, скрипать, больной человек должен выработать командный голос, должен быть стержень иметь, понимаешь, сейчас стержень, понимаешь, когда я плачу, для меня это самое лучшее, потому что я, редко это бывает, и мне становится легче от этого, а если бы я не плакал, я бы носил эту тяжесть в душе своей, ну, ой, простите, это я сейчас про какого-то другого художника говорил, про Сальвадоро Дали, про Пикассо, про какого-нибудь такого, знаешь, западного художника нежного такого, который плачет, ой, а я же в России родился, я же россиянин, я не имею права плакать, не имею, не имею права, вообще запрещено мне материться, плакать, мне вообще ничего нельзя, ну, конечно, потому что я должен быть стержень, в первую очередь я должен быть мужиком, ведь на нас немцы нападут скоро, правильно же, да? А как если немцы нападут на нас, всюду нам говорят-то, и все считают, я подходил к людям, спрашивал, сейчас с ними, они думают, что немцы нападут на нас скоро, прям говорят, жаль, что ты не будешь не сможешь драться с немцами, когда они на нас нападут, ой, простите, я не, я сейчас просто это, это приступ, это просто отрыжка была у меня, я не смеялся сейчас. ой, все хорошо, зуб дождя за окном, сколько друзей я сегодня встретил на улице, приятелей, все говорят классно вон, что ты нарисуешь, молодец, вон девушки меня ждут, вон одна в постели лежит, ждет меня, я счастлив, ведь девушкам, девушки любят, они ведь любят художников, они ведь не презирают, не вскамерные, ничего, все нормально, они, ни одна девушка в этом городе меня не любила, всю жизнь рисую на улицах мелками, вот это не сарказм сейчас было, это просто смешно звучит, точнее это ситуация страшная, а ситуация смешная, но, ой, ситуация страшная, а звучит смешно, не правда ли? всю жизнь проживу, ни одна девушка не любит, всю жизнь бесплатно рисую мелками, пейзажи, посмотри по ссылке какие, ни одна, а вместе посмешно, давай чокнемся этим фрешем, можно это и по лучшему, а? Нужно с радостью отбывать в одиночной камере свой срок, в одиночной камере, без друзей, без подруг, без любви, нужно счастливы, будьте счастливы, вы же, вы же так счастливы, у вас сейчас все важны, все дела, у вас стержень есть, вы со стержень, вы все со стержень, вы все счастливы постоянно, вы все со стержень, один я только слабак, сопляк, ничтожество, когда я говорю о том, что наш город, все просто гол, гол, крик во тьме, никто об этом даже не говорит, о том, что к нам, они просто, им нормально то, что, по-моему, нормальным человеком бы просто катался в истерике, рыдал и орал в ужасе, как братишка в фильме «Зеленый слоник», от того, что вы в его город свозят круглосуточно ядерные отходы. А нет, здесь все нормальные, все нормальные, я один сумасшедший, я один сопляк, никто не посмел даже заикнуться о ядерных отходах, только я один говорю о них, это нормально, и при этом для всех их я сопляк, ничтожество, не мужик, это нормально, это нормально. Я зануда, скучный, но все же девушки, видишь, вон сидят там, ждут сексуальные, да или просто любые, мне без разницы. Я толерантно отношусь, нормально, все, бодипозитив тоже нормальный, он меня ждет, сейчас допью сок. Я им предлагал, они не хотят, им не понравился, они меня так вернули, знаешь, с такой миной, я выпил, допил его. И тебя неженка, я такой, знаешь, ох, ты попробуй выпей этот сок, ты даже, ты даже глотка не сможешь сделать, потому что тебе, ты скажешь, фу, скажешь, ааа, фу, нааа. Но ты не скажешь, что ты неженка, что ты соплячка, сопляк, что ты слаба, ты не скажешь, ты скажешь, что это я слабак, неженка и ничтожество. Это логично. Это такая логика. Что там за рис? Да. Сейчас за 30 минут вожусь. Точнее, даже за 2 минуты. Сок. Выпью за 2 минуты сок. Хочу-ка света. Что-то, наверное, не видно вообще. Вы все вообще сильные. Я восхищаюсь сильными людьми. Сейчас без сарказма. Я слушаю сильных людей, которые просто бы даже не плюнули бы в мою сторону. Если бы меня увидели, услышали. Они презирают меня, а я уважаю их. Я слушаю их. По многу раз. Это как моя бабушка презирает меня за то, что я тупой такой, не разбираюсь. Не знаю, что в стране творится. Не смотрю по тому же... Знаешь почему? Знаешь почему? Готовы? Готовы? Как Задорнов говорит. Готовы? А потому что я не смотрю Путина новости. Здесь можете ставку сделать, как смеются, ха-ха-ха эти пожилые бабушки, ха-ха-ха на концерте Задорнова. Вставку сделать можете, подредактировать. Я унылый, зануда, скучный, бездушный. Как там меня называла? Социопат одна меня называла. Если бы я был социопатом, я был самым счастливым человеком, потому что я бы не влюблялся, не страдал бы от безответной любви, я бы не переживал никому, может быть. Я не знаю, я не разбираюсь, может я социопат, мне вообще все равно, я нормально, толерантно чувствую, все в порядке, ребята. Нужно быть, главное быть мужиком, мурчиком. Главное быть. Пойти, когда я ходил, рисовал милками посреди бела дня и рисую, это не проявление храбрости, не проявление мужественности. А вот кто из какую-то похабщину пишет по ночам, всякую дичь какую-то, я не знаю зачем, это безусловно смелый человек со стержнем, он не сопляк. Знаешь, введи в гугле вазомоторный ренит, почитай. Нет, не хочешь. Википедии почитай хотя бы, там небольшая статья про него, потому что его не лечат, у нас же медицина, она суперская, она все лечит, в космос летают, покоряют другие планеты, знают, как наша Вселенная появилась, но вазомоторный ренит не могут вылечить. Знаешь, что, если я не буду себе сосудосуживающее выразить, у меня будет заложен нос настолько сильно, что ну как бы будут слезы и сопли, точнее сопли не будут, будут слезы и глаза будут покрасневшие, потому что сосуд находится как раз где веки, выделений при этом особо из нас нет, ну по-всякому там бывает. Ну короче, тебе все равно на мои проблемы, где я не интереса слушать проблемы, я делаю обзор сока, это наоборот не проблема, это испытание, которое дает, дал Бог, испытание, Иисус, или Люцифер, или кто, дал мне испытание, я должен радоваться испытанием, я должен закалиться в свой характер, закалить характер, ты же не знаешь, что я с детства Порфирия Корнеевича Иванова начитался от своего отца и ходил босиком, полураздетым, ходил голым в холодное время и в проруби, в холодном это, и купался, ну короче, моржевал, как она меня назвала одна, дура одна. Короче, она просто ничего не может сказать, кроме слова морж, больше она ничего не знает в жизни, как Элочка, людоедка, это я вспоминаю свое детство, ты же не знаешь этого, ты же не знаешь, что я ходил на кикбоксинг, на греко-римскую борьбу, не знаешь, я выбрал стать художником, чтобы ты называла меня сопляком, чтобы ты называла меня тряпкой, чтобы ты меня не любила, чтобы ты любила тех, кого стержень есть, настоящий мужик, респект тебе, поддерживай настоящих мужиков, настоящих мужчин, он должен драться постоянно, должен доказывать силу характера, стержень, сейчас тебе покажу стержень, нет, я бы хотел даже стержень достать, реально показать, если ты он был, у меня нету стержня, поэтому я не мужик, посмотри, какой я худощавый, я ноль раз подтянусь, на самом деле, я подтягиваюсь, подтягивался 25 раз, бездриганий, сейчас подтягиваюсь 12, где-то, бездриганий, ну, бездриганий ногами, без вот этого рывка, просто за счет рук, представляешь, посмотри на мои ручки, посмотри на мои ручки, ты можешь подтянуться 11 раз, вот так, вот таким хватом, чисто ноги выпрямив и вообще ими не шевеляя, и просто чисто только за счет, за счет вот этих, и до конца, и медленно, причем, не быстро вот так вот, а медленно, можешь, потому что ты не сопляк, не соплячка, ты, у тебя стержень есть, у тебя стержень есть, а у меня нету, я размазня, тряпка, я ничего не умею, ничего не могу, я перестал впервые за всю свою жизнь перестал сидеть за компом вообще, а знаешь почему, ты скажешь, а потому что я сопляк, мне мама тоже скажет, или бабушка скажет, ну и че, ну и че, и че, представляешь наркомана, который всю жизнь 20 лет тяжело наркоманил, круглосуточно, и вдруг он изменился, и просто перестал это делать, и он приходит к своим родителям, и говорит, я перестал, и они говорят, ничего, ничего, сапляк, и вконтакте заходят, пишут, какой-нибудь девушке, она говорит, ты че, сапляк, че ты реально скажешь, мне неинтересно, иди по плещам, иди, кальзиционит, в комментариях, я написал этому челу, который пишет мне, написал в комментариях, кальзиционит написал, ну давай, пособи, где достать, че, чтобы я себя уничтожил, он че-то слился, потому что у него стержень есть, он настоящий мужик, он держит слово, он слился просто, как настоящий мужик, а я слабак, сопля, с тряпкой, без стержня, так что давай-ка, еще что-нибудь, ну еще что-нибудь такое, скажи мне, я привык, это как, знаешь, музыка для моих ушей, как дождь, который уже, ну, будет весь месяц светить, ничего же другого здесь не услышишь, это такое место, да, еще закрыли границы, я бы мог уехать в другую страну, где слышал бы только хорошее, ну и не только хорошее, где улыбались бы мне, не говорили бы всякие, такие вещи, которые тебя, ну не знаю, зачем, которые вообще не понимают, зачем говорить кому-то, я лично, мне даже в голову никому не приходило бы назвать кого-то тряпкой, сопляком, я никогда в жизни никого так не называл, я просто повторяю то, что слышал, безусловно, человек в депрессии, болеющий депрессией, опустивным расстройством, должен быть мужиком, должен быть, как ты говоришь, должен быть стержнем, правильно, правильно все и вообще, это таблетки злого, каждый, спроси у любого россиянина, провинциального города, россиянки, они скажут, таблетки злого, а тебе вообще все скажут, медицина у нас же номер один, развита, у тебя же есть стержень, чтобы говорить об этом, у тебя же есть стержень, сопли у меня бегут, видишь, какие вопросы ко мне, у меня постоянно идут сопли, вот сейчас, видишь, бегут красные, кровавые, кровь, кстати, шла недавно из носа, какие ко мне вопросы, у меня возомоторный ренит, слабые сосуды носа, есть такое понятие, почитаю, теперь, возомоторный ренит, МКБ есть, какие вопросы ко мне, да, все нормально, сопляк, ничтожество, но на самом деле, это называется возомоторный ренит, как бы, депрессия, но ты не признаешь депрессию, да, хорошо, нет депрессии, хотя она есть, ну, в общем, ты логичный, вы логичные, вы нормальные люди, желаю вам всего хорошего, короче, все будет хорошо, короче, позитивно вам, стержень, надо быть мужичками, мм, это же легко Симонову говорить, воспитая в себе мужичка, который, блин, жил за счет своей жены, который, это, буржуй, сжирует на доллары, блин, в этой, в Италию, где, а, в Болгарии, он там, это только вот такие, как он говорит, такое, нормально, это печально, а когда простой человек, простому такой, говорит, это печально, только буржуи и власть имущие, какие-нибудь, кто у власти, могут говорить, начни с стержень, начни с себя, будь мужиком, не смотри по сторонам, будь позитивным, иди работай, радуйся, работай, как раб, радуйся, не будь сопляком, будь мужиком, мм, а когда простые люди, это они говорят простым людям, чтобы они заткнулись, чтобы мы заткнулись, и не возбухали, мы и так, и так вот, все молчат, в том, что происходит, только я, один голос, голос во тьме, и, когда простые люди говорят, такое друг другу, это очень печально, так говорил, Базилев, блогер, очень непопулярный, послушай его, если хочешь, а если хочешь, не слушай, он антикапиталист, интересно, некоторые вещи, я слушал, когда простые люди говорят, начни с себя, будь на позитиве, улыбнись, и всякое такое, ну, или не будь сопляком, будь мужиком, ничего, ты как баба, там, или это, ну, всякое такое, знаешь, стержень, там, стержнем не хватает, видимо, стержня не хватает им, в одно место, поэтому они постоянно про стержень говорят, в общем, это очень печально, когда простые люди друг другу говорят то, что нам говорят, те, кто ни дня в жизни не работал, и кто вообще даже не соприкасается с простым народом, кто говорит, если у вас мало денег учителям, идите работать, идите в бизнес, как этот Медведев, потуже затяните пояса, и так далее, это очень печально, что простые люди друг друга набят, унижают, и говорят друг другу, у тебя, говорят мне, что у меня с мозгом не так, да, я ее не отрицаю, я надеюсь, ты не открываешь окна, не, 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 чтобы избежать скандала на 3 часа, я решил обмануть, как Жак Фреско, Жак Фреско обманывал свою маму, чтобы она стала толерантной, и мне тоже, чтобы мама спокойнее себя чувствовала, пришлось ее немножко обмануть, и закрыть окошко, сказав, что на самом деле, я не открываю окна, чтобы не было ужасного скандала, с вызовом милиции, милиция меня, разумеется, накажет, за то, что я окно, а началось с того, что я окно открыл, приоткрыл, вообщем, в этом все со стержнем, не сопляки, не это, вот Баст, например, он не сопляк, он настоящий мужчина, рекламирует, вообще рекламирует, все, кто рекламируется, продаются этим частным банком, свою рожу рекламирует на фоне частного банка за деньги, это, разумеется, настоящее, они горды собой, да, он видел, какая рожа у него гордая, да, его никто не назовет сопляком, никто не скажет ему, подотрясопельки, никто, только я покажу ему факт и скажу, что ты продажный, ты просто ничтожество продажное, рекламируешь частный банк, у тебя нет ни совести, никакой, ни принципов, ни стержня нет, кстати, он сам говорил про стержень, кому-то там затирал, а самого, есть ли у тебя стержень, если ты рекламируешь частный банк, который отбирает простых людей, задай себе вопрос этот, я не буду тебе задавать, мне все равно вообще на себя, можешь ко мне подослать своих ребят, избить меня за то, что я что-то там сказал, что ты против того, что ты рекламируешь частный банк, ты нормальный человек, это я больной, у меня, как говорят, искаженный мозг, все такое, неправильно все, ну то есть, это называется, знаешь, в западной психологии, психиатрии, психотерапии, не знаю, это называется газлайтинг, когда тебя внушают, что ты сумасшедший, хотя я и не отрицаю этого, зачем мне это говорить, когда тебя внушают, что твой мозг неправильно, когда тебя унижают, или причиняют тебе что-то, и говорят, что ты просто неправильно это воспринимаешь, это чистый газлайтинг, чистое определение газлайтинга, Но в России этого вообще не существует. Художника обидеть может каждый, но только не для России эта поговорка. Потому что в России обязанность каждого. Каждый обидит художника. Увидел художника, сразу обижает. Это без сарказма я сейчас говорю. Эту поговорку придумали в каком-нибудь цивилизованном мире, но не в России. Художника может обидеть каждый. Художника может обидеть каждый. Знаешь, что ты об этом думаешь? Ты думаешь, как бы обидеть художника? Правильно, потому что ты россиянин, ты россиянка. Такой же, как я, такая же, как я. Я тоже россиянин. Я художник, правда. Не повезло мне, да? Придумай способ, как обидеть меня. Ты же настоящий человек со стержнем. Ты же настоящий, достойный человек. Вообще. Хочешь помочь мне? У тебя-то с психикой все в порядке, да. Я что-то никому не пишу там. Оскорбление некие особо последние годы мне не интересны. Я просто спокойно рисую, спокойно. Я даже не захожу толком, общаюсь только по делу там с одним человеком. Только слова любви говорю. Но тебя что-то триггерит. Триггерит, когда ты заходишь ко мне на страницу, тебя триггерит. Я не знаю, я бы дал тебе успокоительное, но мне не жалко, я не жадный. Я уже давал так успокоительное и просто бесплатно. И знаешь, что ничего у меня не было за это хорошего. Потому что я, что я такой, я не то. Ну, она нашла себе другого парня. Какого-нибудь парня нашла себе. А я-то что? Я же не парень. Я тряпка, сопляк, все такое. В общем, ладно, давайте. Короче, все нормально. Сейчас я буду искать свои очки, что я слепошарый. А, ну вы бы сказали, четырехглазый. Ну, вы же добрые люди, вы же нормальные люди. Вы спокойные, нормальные люди, все. А это я бешеный, сумасшедший. Безусловно. Давайте. Счастья вам, радости. И не будьте, как вы выражаетесь, всеми теми словами, которые вы кого-то унижаете. Будьте настоящими. Там, со стержнем. Со стержнем будьте. Короче, всякую дичь вот эту. А, короче, на позитиве будешь. На позитиве тебе, скажем. Ну, короче, вот это вот дичь. Повторяйте себе и другим почаще. И будет позитивно у нас все. Потом уже и в яме с говном будете бултыхаться. И будете на позитиве только повторять. Потому что вам будет пропаганда гнушать. Будьте на позитиве. Если ты видишь вокруг говно, значит ты сам говно. При этом ты будешь в этом, в болоте из говна настоящего лежать уже и жрать говно. Тебе будут продавать говно вместо еды. И при этом будет поговорка. Кто скажет, что вокруг говно, тот сам говно. Это власть имущая такое в народ. Пустят, чтобы не было восстаний. Чтобы просто молчали. Терпило. Терпильно, спокойно так молчали о себе. Это же я слабак. Я не молчу, говорю о проблемах. И вам не нравится. Вы не говорите о проблемах страны, своего города. Вы же молодцы, вы же мощные, мужественные все. Со стержнем, женщины вы же со стержнем, мужественные. Вы можете только с меня ничтожить, обозвать, а сказать хоть что-нибудь про ядерные отходы хотя бы. Или про то, что там охреневший чиновник совсем охренел. Или еще про какой-нибудь беспредел, который творится. Вы никогда не скажете, потому что у вас стержень есть, потому что вы крутые, мужественные, настоящие. Ты настоящая женщина. Стержень есть, характер есть. Только у меня характера нет. На все СНГ и на весь мир только у меня одного нет. Ну все, в общем. Все классно. Вы классные ребята, классно. Будь крутым, будь крутой. На позитиве всегда. Все классно.